А? Толерантность. Толерантность. Вот она, толерантность. Очень даже толерантная. Толерантность была в римском государстве огромная. Завоевав практически весь мир тогдашний, 120 миллионов жителей в империи было. Да, самое Индии, Испания, Великобритания, это всё было под римской властью. И каждый народ, которого они породили, теперь вы одинаковые в нашем государстве будете, угнетения вам нету, такие же права, учитесь на своём родном языке. Не так, что только давайте на украинском или на русском. Нет. И что? Но Бог ваш, что был, если у вас их там боги, боги-то все одинаковые у вас, а один будет в римском пантеоне. И там будет написано, государство такое-то, Великобритания, бог такое-то, меру. Вот меру ваши приезжают люди, когда они будут жить здесь или где, кланяются. Вот это толерантность. Она была чужда советской власти. Ничего, кроме коммунизма. Всё под нож. Мусульман, подряд буддистов, всё, разрушайте все храмы. И сколько было? Пятьсот божеств. Видимо, некоторые народы имели несколько. Почему? Говорят, неведомому Богу. Когда потерпели поражение, а перед поражением приносили жертвы даже человеческие. Там, младенцам жертву приносили идолам, как показывают, какой идол огромный. Раскаляли его, пасть открытую у него, и туда младенцы кидали. И вдруг поражение. Вернулись, значит, к какому-то Богу мы не уважили. И написали, вот это памятник, жертвы к неведомому Богу. И Павел взял, неведомый вам, это Христос. Неведомому Богу. Но дело-то в том, что толерантность вызывала в людях приемство. Легко это принимать было. Ну, какая? Фашизм, коммунизм, это ваше дело, никого не угнетайте. Одинаковые права, одинаковые университеты, везде все у вас одинаковое. Никого не угнетают. Но христиане, придя на арену мира, объявили. Кристос Регна. По латыни у них было. Христос царствует. А в Салмах написано, Господь царствует. Господь или Господь Бог, это еще не значит, что это Христос. Каждый говорит, так у нас тоже Господь есть, над нами руководит. У нас тут было, они назвали собаку Лордом. Я когда узнал, я говорю, а вы знаете, что такое Лорд? Ну, собака. Лорд это Господь означает. Да. Ну, перестали вроде звать. Лорд это Господь. И Господин, у них нет разделения, это у нас Господин и Господь. И вот теперь христиане, когда их стали преследовать, они поднимали, кто понимает, два перса или три там, и кричали. Кристос Регна. Христос царствует. Пятьсот божеств. Это демоны, бесы. Принося жертву, и они приносят эти жертвы бесам. Это бесы под разновидные ныряются. И все пятьсот религий объявили войну христианству. Все до одной объединились, их надо убрать с места земли. Все исчезли, христианство осталось. Сегодня христиан на земле два миллиарда четыреста пятьдесят миллионов. Признающих Христа за Бога. Не то, что там исполняют, или... На втором месте мусульмане почти два миллиарда. Понятно? Вот об этом здесь и говорится. Что если мы сильны, то не оружие там, не ракеты, не атомные бомбы. А с нами Бог. Мы молимся, и Господь разрушает. Кристос Регна. Вы видели Кава Гридеши Пильмса? Который первый тогда был. Там у синок Петр еще играет роль этого Нерона. Там лауреат своих премий был и прочее. Из всех артистов только одна, кажется, еще живая осталась. Почти сто лет. Попутно сказать. И вот теперь, когда мы смотрим, как они привязаны, под ними костер. А Нерон сидит, поют. Вот такие глаза у него поют. Сгорают. Поют. Да что это такое поют? А они поют салмы. Львы раздирают их, показывают, как львов выпускают, они их терзают. Поют. Кроме песком засыпают ее, новых выпускают опять. И тебе конец придет. Тебя не будет. Так говорили они всем правителям. И так и получилось. Римская империя стояла 1100 лет. Советская власть 72 года. Гитлер говорил, тысячелетнее государство. 13 лет всего только было. А эта империя самое большое пространство захватила и самое длительное. Христианство их разрушило. И притом ничего не применяют, кроме любви. Вы вспомните житие Георгия Победоносца. О храбоохране, особый отряд, амон там или кто. Ну, у императора. Да ты что в это веришь? Верю. Для еленов, для иудеев соблазнов. Для иудеев безумие полное. В кого верят? Плотника, который себя не мог защитить. А как вы в него верите-то? Это в житиях святых говорится. А вы попробуйте, троньте. И вы узнаете силу меча нашего. А сила была во Христе. Вот сейчас сколько воюют, где. Но если только мы истинно верим, мы знаем, победа должна быть там, где Господь. Война начинается и когда-то она со мной кончается. Почему в 43-м году открыли храмы? Священники, епископы были, которые в ГУЛАГе. Остатки всех выпустили. Ну, под условие, что против советской власти не будете говорить, проповедь говорить. Это сначала сверить ее, а остальное вас выпустят. Когда войны эстинецкого выпустили, звание генерала дали, врача от архиепископа Лука. Его канонизировали теперь. Считай. Пятый стих. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем, всякое помышление в послушании Христу. Толкование. Продолжает иносказание, чтобы уяснить желаемое. Хотя бы говорит, противостояло разуму Божию, то есть Евангелию. Превозношение, то есть башня или крепость. И это разрушаем. Слово пленение имеет двоякое значение. Оно означает и потерю свободы, и совершенное пленение, после которого нельзя уже сопротивляться. Павел употребил теперь слово пленяем во втором значении. Не только говорит одолеваем и побеждаем всякое человеческое умствование, но и пленяем, что означает совершеннейшую победу. Далее, так как слово пленение тяжело, то говорит, в послушании Христу. То есть мы приводим в рабство Христа, которое дороже всякой свободы. Покоряем Христу от погибели, к спасению, от смерти к жизни. Вспомни о тех, которые сожгли волшебные кинеги свои в Ефесе, и ты поймешь, как пленял Павел. Вот мы свободны. Допустим, язычники говорят, это вы Христовы рабы. Еврейскую веру избрали, еврейского Бога. Сегодня, которое язычество в России восстанавливается. Вот мы свободны, а вы рабы. Это одно фраза только звучит. Вы свободны, Павел говорит, от праведности. Я говорю, у вас курят люди? Да, курят. Одну фразу только, они сразу остановились. Когда я сидел здесь в тюрьме, ну, время-то свободное есть, я молюсь, а с тобой на бумаге написано. И когда поведут на прогулку, то я раз где-то там щель какую-то суну, а где в какой она сверху решетка, чтобы дышать можно было легко. А там часовой по стене ходит тебя, ну, видит все. И я там где-то еще, после меня, я примерно 10, из них уже 5 или 7, уже у начальника на столе лежат. Нашли. Он меня вызывает, а самый страшный не начальник тюрьмы, а рорт, режимно-оперативный работник. Он полковник, кажется, был. Так, это ваша работа? Я говорю, да, это я писал. Это вы еще огородите, начало на меня. Да вы парьте, вы порошок, вас сотрем. Я говорю, у меня стихотворение есть, СТХ КПСС. В аккордах радуги юни на колено Христос воскрес, воистину воскрес. Какой Христос? Я говорю, в Библии написано? В Библии написано так? Ну, наверное, так и будет. Он вот так мгновенно перевернулся и сразу, говорю, вот так вот встал. Я никак не ожидал. Я говорю, в Библии написано об этом, все строя исчезнут, а Христос будет царствовать над всем миром. Мы первый раз с ним говорили. Он начальник тюрьмы, Соломин Александр Семенович, вызывал, я не знаю, сколько меня раз, сидит часами беседует, а как это будет? Мой дорогой, скажите, а вот тут такое есть, это, мой дорогой, скажите здесь. Я на воле его видел еще. После созвонили, жена говорит, умер по-христиански, видимо, исповедался им. Бог это делает. Почему мы пленяем послушание Христу? Слово Божие. Вот приехала какая-то комиссия, как работают, а женщины работают на носилках, бетон, носят на второй этаж. Я говорю, где вы видели такое? В какой стране? Разве Господь так заповел? Так, вы кто такой на меня? У вас евангельский язык. Первый раз встречается евангельский язык. Я говорю, Евангелие определенное говорит так. По силе, возможности, делай добро, но не зло. А вы экономите на кране, а женщина нутром вылазит из нее. Ну и вот так. И вот об этом и сейчас считаем. Почему? Практика опыта свести у тебя, ты знаешь. Свободны? Ты не опровергай. Говорят, праведность. У вас люди, которые язычники, потерятся? Да. А если вы язычники, назови вашего Бога. Ну, он называет там Нептун или кто здесь есть. Хорошо. А какую жертву вы приносите? Как? Бога богам этим всегда жертву приносятся. Когда в последний раз ты ему молился? Ничего не значит. Ты обманщик. Не молишься, жертву не приносишь, а называешь себя поклонником Марса, Венеры, Юпитера. Врачи поклонялись Аскрипию. Такой Бог. Когда столкнулись с Пантелеемом. А вот Пантелеем он перекрестил только так. Земля расцелилась и все. А человек лежит от яда почернел. Он перекрестил, он стал живой. И все сразу склонились на его сторону. Все врачи. А его ведут на расстрел. А он говорит им. А сколько? Одного из 70 человек охраняют. И все 70 обратились. Император видит, что... Да как же так? Казнить их всех надо. А сколько? 250 охранников. 250 обратятся. Ну и все. Остановились. Ну все. Зарыть землю надо. И когда ты считаешь житья святых и Слово Божие, ты видишь, каждое слово подтверждается. Но нам-то было трудно. Они ухватились за причастие. Вот перед всем народом идет суд. Их пытали. А теперь завтра судебный. Пристав приехал. Все как надо. Скажите. Вот вы отдельно собираетесь. Почему? Какая-то литургия у вас есть. А литургия это общее строительство было. Как Карамель строит. Литургия и называлась. Ну и дальше напрашивают. А у вас есть такое, что вот хлеб дают, а говорят, это не хлеб, а тело. И что зарезали младенца, его кровь причащается. Они говорят, да вот мы видели. Они же сознаются, не я это обвиняю. Первых христиан-то на этом и ловили. Но они не могли никуда уйти. А они отвечали так, как есть. Поэтому то, что мы свободно слышим, священник говорит, это все завоевано морями крови было. Как мы даже сегодня благодарить Бога из-за тех, которые впереди нас прошли. А у нас ничего этого не было. Какие мы? За счет кого-то мы живем-то. Вы не думайте, что вот этот телефон маленький, ну тоже можно звонить. А большие компании, и где-то в России, в Советском Союзе, это все называлось бред. Это на расстоянии не может быть. И поэтому у нас все, компьютеры, все оттуда идет. Советского Союза запретила думать об этом. Квантовая механика, все это, физика там отменена была. И когда первый раз у нас получилось, и я в своей компании, которая против их-то была, разрабатывали, а те и другие, но первые, кто позвонит. Я им позвонил, здравствуйте, товарищи, там он назвал, господа. Откуда звонит? Он говорит, с Бруксинского моста, а там нет проводов. Я говорю, услышал, скрежет зубов. Потому что те уже работают там пять лет, нам и раньше начали. И мы первые, первый телефон показали. Я услышал, скрежет зубов, говорит. Все, проиграли. И поэтому весь мир скрежет зубами. Никогда не думай, а ты один, значит, ты делай по правде Божией и вот так. А так можно дожиться, что от родного дитя родители отказываются, потому что он никуда не вводен и враждебен всем. А тебя любят все, и ты на этом стараешься больше узнавать. Первое, самое первое, чего не хватает у вас, вставать рано. Когда ты несколько раз там приходил, Устинов вообще долго спят. А ты не едешь на это. Устинов, министр вооруженных сил, только один был. А остальные должны зарабатывать это. Ты-то встанешь пораньше, да, с мамой. Да с нами соединись на молитве-то. А потом приляжешь в молитве, если не выспался. На молитве не видно стало. Я не знаю, где тут, кто должен сидеть сегодня, нет. Узнать надо, не заболел ли человек, или устал идти. А раз в неделю собираемся, так почему не прийти? Пошли дальше. Шестой стих. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Здесь и Коринфян устрашает. Мы, говорит, вас ожидаем. Чтобы, когда по наоставлениям нашим исправитесь и прекратите общение с клеветниками, подвергнуть наказание только не из цельных страждущих. Наказание у нас готово, но так как вы имеете общение с ними, то не употребляем его пока, чтобы и вас не коснулся удар. Словами, когда ваше послушание исполнится, намекает на то, что хотя они теперь послушны, однако несовершенны, вместе с тем грозно требуют, чтобы те и другие исправились, и чтобы никто не подвергся наказанию. В вас сначала образуются мысли через борьбу худших с лучшими, а потом являются превозношения в честь, одержавших победу. Восстающие против познания Божия так, что приходят в состояние, называемое возбуждением, иступлением. Ибо помышление есть простое и непосредственно действие ума, более представляющие самые вещи, нежели доказательства. И в обольщенных бесами есть, кажется, такие мысли, которые Павел и всякие вводящиеся духом его пленяют в послушание Христу. Можешь передать свои слова? Ну, допустим, сейчас вышел бы закон, закон прямо, государственный закон. Кого застанем спящими в шесть? Пять плетей ему первый раз, а второй раз 15. С родителей и прочее. Но закон вступит в силу, когда вы начнете уже вставать, чтобы вы не попали под эту катушку. Когда ваше послушание исполнится, тогда я, говорит, начну наказывать. Самое простое, а это очень сложно. Вот у меня на квартире жили девчонки, племянница жила, а там, то ли они, я не знаю, ПЗУшники или в техникум учились. И мы договорились, первое условие – вставать вместе в молитву 4.40. Когда помолимся мы, там больше полчаса, тогда снова ложитесь, когда надо, позавтракайте, дети учитесь и так. Они пошли на это дело. Никто не нарушил ни разу. Если нету общей молитвы, домашней церкви нету. Пока еще сходит, а это ненадолго. В конце концов, все разваливается, начнет. Молитва, вот что скрепляет. Молитва. Мы перед Богом одинаковы. И как ни посмотрю, проспал. Это не годится. Так можно все потерять. Апостол Павел говорит, как? Давид, как говорит, я встану рано. А зачем рано? Предваряю рассвет и взываю на скорость, на милость там уповать. Предваряю. То есть заранее, еще нет рассвета, я уже на ногах. Да не когда-то, а летом. Я видел несколько раз страшные моменты. Верующий человек, добрый, засыпает. Я говорю, спать-то не надо, вот так вот. Вот так вот. Все. И теперь глаза сразу, сразу тут же засыпают. Ни секунды, ничего нет. Поплыл. И в это время хоть стучи и кричи, бесполезное дело спит. Опять толкнул, разбудил. Все. Это уже одержимость бесовства. Человеку это не свойственно. Мать когда будила, он рассказывает, а отец-то на войне был. Вот сейчас где-то они ночью, там переходят реку, там лед, он замерзает. А ты на печке-то сидишь, спишь, давай вставай, помолимся. Вот Кисляков спиритон-то он про это описывает. Я был непослушный, а мама меня и говорила. Вот так вот так. А я, говорит, прибегу домой-то. А мать на коленях и платит. Он не слушает меня. Я не знаю, что делать. Остал их без отца. Я, говорит, на коленях с ней тоже плачу. А товарищи-то мне доиграли. Пусть играют. И кем он стал? Это единственный, который восстал против войны, хотя был военным полковником или кем. Я на фронт благословлял. Я убийца. Почитаю, что нас насчитали на пленке, в интернете стоит. Может, слышали это? Сиридон. Архимандрит. Кисляков фамилия. И он только благодаря тому, что мать его будила. Ответственность такая была. А он любил, как им в стране те рассказывали, где. А где Иерусалим? Иерусалим там. Ну, он пошел и пошел. Отец-то пришел. А где? А нету. И отец тогда в другой деревне, там уже его там. И давай оттуда порой. Да куда тебя черт понес там? Черт понес это. Ну, и бещем его. А потом все-таки он, когда вырастет, он все это напишет. И видно было, что Бога он очень любил, но не знал. Сумели его там поженить неудачно. Ну, биография такая тупая и сложная. Но когда он уже кается перед солдатами, это правительство все знало. Вот если бы его послушали, как Григория Ефимовича Распутина, значит, революции не было бы. Мы жили... Самой лучшей было бы, так сказать, жизнь обеспеченная в Европе и у русских. Все прокукали. Ты все это в жизни в воде и увидишь, да вот это поступало правильно. Вот Давыд вставал рано. Молился. Жены бегали. Сколько раз там, у меня около трех раз прибегала Мария Магдалина проверить гроб-то. Воскрес, не воскрес. Хотели помазать. И кончилось тем, что Господь им открылся. Мария. Одно слово. И она полностью признала ему Господом. Так, еще. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что он суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Толкование. Не только устрашают обольстителей, но и порицают обольщаемых. Поэтому говорит, узнавайте по делам, кто надменен, кто богат, кто прикрывается личиной добродетели. Ложные апостолы величались, что они Христовы, и будто бы самовица слова. По себе сказал место. Пусть не ожидает нашего против него обличения, но сам размышляет, что именно потому, что он Христов, он не имеет никакого преимущества пред нами. Ибо я тоже не могу быть апостолом кого-либо другого, хотя бы и он был Христов. Но здесь он выразил уступку, поскольку еще прежде показал, насколько он выше. Такие же были заботы его выставлять. Да какой он апостол? Он Христа не видел. Апостол-то... А он гнал в это время, хватал. Вот эти погибли люди, помните, арестованы? Это он все делал, сам его звать. А сейчас Павлом заделался. Иван Павел говорит об этом, как они себя считают начальниками вашими, там, пресвятерами. Такие и мы. По делам судите. Вот когда начинаешь сегодня разговаривать, да кто был, у вас образование нет, то другое. Все правильно. Но вот тут и удивительно, что Бог берет немощное и делает сильным. Покажи, где люди обратились. Вот у нас сейчас, вот после этого нашего крещения, из трех мест нашей люди, с которыми мы занимались, мы их убедили искать там. И все в новых местах находятся священники, которые крестят. Вот сейчас сразу четыре, шесть человек крестились. В Казани, я говорю, Вячеслав. И везде одинаково посылают деньги за платье. А я им говорю, платить не надо. И они, люди соглашаются, священник соглашается. А один-то это последний был, говорит, крестили, он вышел, я говорю, закурил. Ну, я от него уже не заметил здесь. Говорили, да вот так. А одна-то мне могла сразу, рука сломанная. И ей сказал, ты готовься. А он с батюшками работает. Сейчас второй курс уже переходит в семинарии. И священники, видимо, приглядывались к нему, а сейчас при нем все говорят старательно. Господь высылает новых делателей. Вот, в те годы мы были всех до одного сюда приглашали. У нас есть вот эта Фавра, она с Ливана, из Италии, из Франции приезжали, из Германии. А сегодня в Германии нашли, там отец Андрей крестит. Виктор там ищет, во Франции, чтобы полное погружение, бесплатно. Чтобы было оглашение. Это шире мы уже взяли. Это не нам только это, теперь это понятно и тем людям. Какая разница между теми, кто пришел, заплатил. А священник по-прежнему спрашивает, заплатили? Да, батюшка, договорились же, что не платить. Никак уже нельзя. А патриарх Алексей Второй прямо говорил, и даже подумать страшно. Берут за крещение деньги. Это самая настоящая симония. А тут из-за записочки за все деньги берут. Не должно быть этого. Десятина, которая все поставила на место. Тебе не трудно считать-то? Нет. Давай еще. Восьмой стих. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашу властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Не сказал. Я имею власть наказывать и умерщвлять, а они не имеют насмиренно, если бы и более. И не сказал, если хвалюсь, но если бы стал хвалиться. То есть, если захочу говорить, похвалиться о власти, которую Господь дал нам. Опять все это приписав Господу. А получил...